У вас самые тщательные переводчики, я тоже буду говорить сейчас на английском, но потом мы можем поговорить на русском еще. Для меня большая честь сидеть за одним столом с представителями Хельсинского комитета в разных странах. И я считаю, что декларация Хельсинки 1975 года – это центр и ключ к общему признанию, международному признанию, включая Советский Союз, тоже признал ключевых прав человека. И тогда был заложен процесс, который продолжается сейчас, и который привел к огромному количеству позитивных событий за эти годы, несмотря, конечно, и на некоторые проблемы. И считаю, что неудивительно, что «яблоко» выступает так активно за права человека. И, скажем, перевод «human rights» с английского – «права человека» – очень похоже на немецкий вариант. Но само слово не так важно, важно понятие, которое стоит за словами. Но так или иначе, для либералов в целом центральным вопросом всегда ставится не экономика, а личная свобода, личность, верховерство закона и так далее, которые очень близко, очень взаимосвязаны. Я считаю, что ни одна политическая система не ставит вопросы права человека так высоко. Когда вы говорили о Второй мировой войне, я согласен с тем, что фашистская диктатура – это самая страшная вещь, что было в то время. Но помните, сталинский режим сотрудничал с нацистской Германией некоторое время, прежде чем Гитлер напал на СССР. И я думаю, если бы Сталин не уничтожил всех генералов революции, то немецкая армия была бы остановлена раньше. Я считаю, что так. Ну и так или иначе, либералы, которые ставят во главу гражданские и человеческие права, автоматически вы становитесь врагами тоталитарной системы. Массовая мобилизация, контроль, который не дает возможности для человеческих свобод. Но так или иначе, благодаря хельсинскому процессу у нас сейчас есть система. Ты не можешь это назвать европейскими ценностями или иностранными ценностями. Это ценность всех наших стран, поскольку все наши страны подписали хельсинские соглашения. А сейчас немножко слов о нашем фонде. Наша организация, фонд за свободу, это германский, немецкий фонд, у нас 60 офисов по всем странам мира. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить реализацию этих либеральных ценностей. Мы также хотим представлять из себя платформу, объединяющую, или силу объединяющую либералов вместе, где бы мы ни работали. Поэтому у нас и очень хорошие отношения, и старые отношения, и добрые отношения с яблоком. Что мы делаем в области прав человека в нашем фонде Фридриха Наумана? Ну, это публикация, и это диалог, дебаты, обсуждения, которые мы организуем. Как в рамках диалога Германия-Россия, ну, скажем, либеральная часть этого диалога, так и мы поддерживаем внутренний диалог, диалог внутри России. То же самое мы делаем и в Германии, очень походу же вещи там реализуем. Мы публикуем статьи и книги, показывающие реальную ситуацию, и, как сказал Григорий Явлинский, надо лучше информировать общественность. Мы очень активно этим занимаемся. Мы создаем платформу для либералов для того, чтобы они информировали общественность о том, что происходит, и стимулируем подобные дискуссии в Германии. Вот недавно, скажем, мы сотрудничаем с Московским Хельсинским комитетом программы обмена некоторой. Недавно мы были в Санкт-Петербурге вместе с Николаем Рыбаковым. У нас было там важное обсуждение. Опять немножко реклама. Извините. Презентация вот этой книги. Первый, Баум, бывший министр внутренних дел Германии, даже в самые худшие времена, когда были красные бригады, атаковали демократические институты и фонды Германии. Вот тогда он был министром внутренних дел. А для такого министра это редкий случай. Он делал все возможное, чтобы полиция помягче боролась с террористами. Исходя из того, что само общество должно бороться с терроризмом. И он также активно отстаивал права человека. И много судебных разбирательств против него, включая на уровне конституционного суда, за нарушение конституционных воров Германии. Он боролся в судах с различными сторонами. Выиграю очень часто, выиграю это суде. Очень интересно для меня было видеть, насколько в России было благосклонно принято эта книга. Поэтому я уже вас приглашаю. На следующей неделе, если вы будете здесь, первый четверг, в Москве у нас будет презентация. Вместо Сабина Лудникстопта, бывший министр правосудия Германии, она написала предисловие для российского издания. И у нас в высшей школе экономики будет обсуждение этой книги. Ну, собственно, будем говорить и об этих темах права человека, которые обсуждаются здесь. Ну, на этом все с моей презентации. И, надеюсь, у нас во время вопросов и ответов будет желаю обсуждения всех этих вещей. Спасибо.